За правопорядком на участках в городах области средили 5,5 тысяч правоохранителей. Как отметил заместитель начальника областного управления милиции, выборы пришли спокойно, без происшествий. День выбора он всегда напряжен, особенно для работников милиции. И не сегодняшний день, а начиная с 25 числа, когда мы получили бюллетени. Вы сами понимаете, это ночное дежурство, это когда нам сдают бюллетени под охрану. Поэтому напряженно, но все контролировалось, мы все понимали, видели. И я думаю, мы справились с той задачей, которая нам была поставлена. Охрана общественного порядка. Больницы города работали в обычном режиме. Ни количество медицинского персонала, ни время работы не увеличивали. Например, в это отделение вчера поступил только один пациент, который работал на избирательном участке. По словам заместителя главного врача, у мужчины обострилась старая болезнь. И один больной поступил с заболеванием, с которым случилось, ухудшилось состояние во время его работы на избирательном участке. Его к нам привезли, и мы вынуждены были, ну, должны были его госпитализировать. А вот сотрудники МЧС в день выборов потушили два пожара. Один на участке, второй возле места голосования. Первый случился в Александровском районе. Там на участке замкнуло проводку. Пожар ликвидировали за час. Был обесточен избирательный участок. В результате его запитали с помощью автономного электрогенератора, предоставленного нашим подразделениям в Александровском районе. Второе возгорание произошло в Красноармейске. Пожар возник в квартире жилого дома, который расположен рядом с избирательным участком. Первым на месте происшествия оказался сотрудник гостя техноген безопасности. Он дежурил на участке и увидел возгорание. На балконе четвертого этажа находятся люди, среди которых также были дети. Я быстро поднялся на четвертый этаж, увидел, что дверь закрыта и начал взломать дверь. На помощь прибежали соседи, которые также принесли подручные средства, с помощью которых мы демонтировали двери. И далее локализировали пожар. Милиция продолжает охрану порядка. Сотрудники правоохранительных органов будут дежурить на участках до тех пор, пока последние бюллетени не увезут в Киев. Инга Лапикова, Алексей Костюк, Панорама.